Доброе утро! Сегодня такими названиями, как собака морда, низ или поза кубра, никого не удивишь. Каждый второй знаком с йогой. Ну, занимался сам, либо слышал. А вот йога в гамаках это нечто новое и необычное. Что же это такое? Давайте попробуем выяснить. Йога в гамаках, или как ее еще называют флай-йога, появилась благодаря танцам. Известный американский хореограф Кристофер Харрисон использовал в постановках на Бродвее гамаки. И заметил, после пребывания в положении вниз головой, общее самочувствие улучшается, проходит усталость и настроение поднимается. Эту особенность гамака он решил объединить с йогой, который увлекался. В результате получилась практика, которая сегодня набирает популярность во всем мире. И теперь, чтобы заниматься этим видом йоги, не нужно быть танцором. Для того, чтобы заниматься йогой, любой, в гамаках на земле гибкостью вообще не надо обладать. Она это дает. То есть практика это все приходит. Фраза «я недостаточно гибкий, чтобы заниматься йогой» звучит примерно так же. «Я недостаточно чистый, чтобы сходить в душ». Один из положительных эффектов йоги в гамаке – разгрузка тех органов и частей тела, которые страдают на протяжении рабочего дня. Позвоночник, шея, тазовый отдел. При выполнении определенных асан, так в йоге называется положение тела, задействуются самые разные участки организма. Например, асана – летучая мышь. За счет веса тела позвоночник растягивается и удлиняется. При этом улучшается асанка, восстанавливается скелетно-мышечная система, обновляются нервные клетки, восстанавливается подвижность дисков. И это польза лишь от одной асаны, а их несколько десятков. После определенного количества упражнений обязательно выполняют асану на расслабление. Йога в гамаках для меня, как для человека очень часто путешествующего, просто отдых такой, возвращение в детство, я бы сказала, в такую колыбельную, когда мама обнимает, прижимает к себе и качает. Мы стараемся отключить все мысли и сосредоточиться на своих ощущениях тела после асан, как оно себя чувствует, как оно изменяется. Каковы ваши ощущения? Отлично. Чувствую прилив сил, бодрости, радости. Знаете, мне кажется, я тоже должен попробовать эти ощущения. Со стороны может показаться, что делать асаны проще простого. Однако на деле все совсем не так. Как вы это делаете? С удовольствием. Отдыхаем. Отдыхаем. Наверное, асаны давались мне тяжело, потому что йога в гамаках – это чисто женское занятие. Не приспособлено, так сказать, мужское тело для активности такого рода. Вообще йога – это чисто мужское занятие изначально. Ее потом, со временем, уже современный мир адаптировал под женщину. Изначально это сугубо мужская практика. Но мужчины тоже занимаются. Просто сейчас время такое, что мужчины на работе в основном. Поэтому вот эта группа женская. В другие группы мужчины ходят. При всех преимуществах флай-йоги, ею все же не рекомендуют заниматься людям с морской болезнью. Также не стоит практиковать йогу в гамаке при повышенной температуре, в большом сроке беременности и сразу после еды. В любом случае, перед походом в зал проконсультируйтесь с врачом. Вы знаете, я понял, что йога – это действительно мужское занятие. Поэтому в следующий раз, когда вы услышите, что кто-то занимается йогой, не смейтесь над этим человеком. Лучше возьмите и сами попробуйте. И вы поймете, насколько это сложно. Но классно. Доброго вам утра. Субтитры подогнал «Симон»!